Евгений Олегович, добрый вечер. Здравствуйте, Динара. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Вы мой долгожданный гость. Я провела очень много прямых эфиров. И вы были моей мечтой. Ну, значит, за сбытие мечт. Замечательно. Да, спасибо. Евгений Олегович, но все, что не делается, все к лучшему. Я сейчас выкручу комментарии. Мы с вами выходим в эфир накануне учебного года. И наш министр образования, к сожалению, запретил детям учиться. То есть у нас дети будут учиться дистанционно. И 2,6 миллиона человек, детей, то есть это и родители, будут учиться онлайн. По крайней мере, первую четверть. Но я так понимаю, что это будет до конца года. Что вы думаете по этому поводу? Ну, вы знаете, я все время утверждал, что негативные последствия домашнего обучения намного превышают любые теоретически возможные плюсы. Но вы должны понимать, что политикам, ну, безумно сложно принимать решения. Ну, вот вы понимаете ситуацию? Смотрите. Дети никуда не будут ходить, будут сидеть по домам, биться головой об стенку. 25 детей повыпадают из окон, разобьют себе головы и так далее. Но кто будет в этом виноват? В этом виноваты будут родители. А если дети пойдут в школу и два ребенка, не 25, а два, умрут, допустим, от коронавируса, то кто будет виноват? Виноват будет политик, который разрешил детям ходить в школу. Ну, вот так всегда. Поэтому всегда, как мне кажется, значимость политика, это его готовность брать на себя ответственность за жизнь и за здоровье людей. Но в этой ситуации я бы, например, обратился к людям и понимал, люди должны понимать, что происходит. То есть, с людьми, как мне кажется, надо разговаривать и объяснить, что да, перед нами всеми сложный выбор. Мы выбираем не между хорошим и плохим. Мы выбираем между плохим и очень плохим. и люди должны понять и принять. Люди должны понимать все риски для детей, которые не имеют физической нагрузки, не могут нормально коммуницировать друг с другом, невозможно дистанционно обеспечить качественное образование. Ну, просто невозможно нормально учиться без диалога постоянного, без глаз учителя, который рядом с тобой. Это то, что вы понимаете, какая ситуация? Если кто понимает, что такое Американская Академия Педиатрии, это, знаете, конечно, это очень авторитетная организация, это одна из самых консервативных, самых осторожных, всемирных вообще таких серьезных организаций. И они много уже раз высказывались, Американская Академия Педиатрии, о том, что негативные моменты домашнего обучения намного превосходят все возможные плюсы. Что надо, конечно же, всем нам посовещаться, подумать, как изменить процесс в школах, как подготовить школы, как изменить медобслуживание, как сделать, ну, например, мы можем сделать, например, чтобы дети учились не по 45 минут, а по 30 минут. Но у нас есть такой вариант дежурные классы. Вот мне тоже интересно ваше мнение, но это для начальных классов. Я, например, у меня ребенок, идет доча в первый класс в этом году. Я понимаю, что первый класс, тем более она поступила в Академию балета, ну, лучше пусть входит, да, я готова, тем более она переболела. Дежурный класс, там будут другие немного условия, но опять, тут ты пишешь заявление, вот как вы говорите, да, тут ответственность на мне, то есть я, получается, пишу заявление, говорю, что да, пожалуйста, пусть мой ребенок идет в дежурный класс, но если вдруг, я так понимаю, там завтра ребенок заболеет, я как бы сама виновата. Ну, вопрос на самом деле, это, кстати, один из вариантов решения проблемы. Когда... Но можно же было решить эту проблему, в принципе, для всех, особенно для всех, и так я считаю, и должно быть. Государство видит риски в домашнем обучении, но если родители хотят, чтобы их ребенок учился дома, то мы, государство, готовы идти навстречу, и мы создадим все условия. То есть вот задача, нельзя делить на белое и черное, надо находить середину, но люди, в конце концов, должны понимать, что у государства нет рецептов, эффективных для всех, борьбы с коронавирусом. Нет таких рецептов. Поэтому мы, родители, должны предлагать. Да, вы должны брать на себя ответственность. Вот в ситуации, когда государство не может, мы должны понимать, что все карантины, ограничения, они разорят государство, и кучу людей заставят с голоду умирать, рано или поздно. Мы за те деньги, что уже мы потеряли, да, мы нас бы так могли бы, мы каждого старика могли изолировать, понимаете, уже в золотом отеле, мы его могли поселить за те деньги, во сколько нам обошелся коронавирус уже всем миром, понимаете. Ну, это же очевидные вещи, но люди проявляют жуткую инфантильность, им хочется, чтобы за них какой-то умный дядька решал, и он за все отвечал. А такого не будет, вот не бывает, мы же не Южная Корея, это вообще не Северная Корея, понимаете. Если вы не хотите, чтобы было как в Северной Корее, значит, массы государства должно предлагать варианты и обеспечивать варианты. Если у вас в доме бабушка и дедушка, которым по 80 лет, или маленький ребенок с иммунодефицитом, вы не можете этого отправить в школу, потому что он принесет что-то, он убьет этого, значит, в этой ситуации вы должны иметь возможность для дистанционного обучения. Ну, если вы молодые, здоровые мужчины и женщины, у вас нормальные, живые, различные условия, почему ваши дети не могут ходить в школу? Поэтому кто должен решать? Вы. И вы должны отвечать. Но, коль скоро мы принимаем решение, что огромное количество детей все-таки могут ходить в школу, могут, то мы должны продумать о системе образования в школе, как это мы организуем, чтобы уменьшить риски для всех. Ну, вот так это, с моей точки зрения, должно быть. Евгений Олегович, а какие риски? Вот, как вообще дети должны? Вот у меня просто ребенок тоже болел, я заболела, затем вот моя дочь ей 6 лет, она болела 1 день, и сын тоже болел, ему 15 лет. Но у нас есть антитела, и у меня у дочери. То есть, получается, она тоже переболела. Но я, вот честно говоря, слава богу, не увидела такой прям большой проблемы, да, то есть она температурила 1 день, и я так понимаю, что дети переносят эту болезнь несложно. Но какие могут быть последствия после этой болезни? Ну, во-первых, мнение о том, что дети переносят легко, это не только ваше мнение, это мнение медицинской науки. Да, дети значительно легче, чем взрослые это переносят, значительно. Просто несопоставимо. Понимаете, какая ситуация? Дети грипп ведь переносят намного тяжелее. Но мы же не говорим, ребята, сейчас придет грим, давайте школы закроем. То есть мотивация закрытия школ другая совсем. Не забота о здоровье детей. Это неправда, не так. И все это понимают. Нет, мы скорее боимся, что дети в школах будут обмениваться вирусами и разносить его взрослым. И на сегодня очень активная дискуссия в научном мире, потому что до настоящего времени нет убедительного ответа на вопрос, насколько дети способны распространять инфекцию. Пока впечатление у большинства ученых, что дети не имеют значимой, вообще вот большого значения в распространении. Но есть разные мнения, разные исследования. Но нет еще окончательного результата. Нет. Поэтому мы сразу должны понимать, дети, которые не ходят в школу, которых мы говорим в школы нельзя. Это не для того, чтобы защитить здоровье детей. Нет. Это мы защищаем группы риска, которых дети могут заразить. То есть пожилых, иммунодефицитных, больных. Вот их мы защищаем. То есть вместо того, чтобы направить всю мощь государства, все имеющие средства на изоляцию групп риска, вот же наша задача. мы понимаем, что это огромная угроза для пожилых. Вместо того, чтобы ограничить, изолировать пожилых любыми способами, понимаете, в отеле, в санатории, в загородные дома, куда угодно. То есть мы просто берем и садим детей по домам. То есть мы то мы кричим все лучшее детям, дети наше будущее, и мы лишаем наше будущее всего. Я с этим лично, моя позиция категорически негативна к этому отношусь. Я считаю, что если я взрослый человек, у меня перспектива изолировать бабушку или усадить дома детей, которые убьют эту бабушку. Они из нее кровь высоснут за полгода, что они будут дома сидеть. Вы понимаете, что мне проще решить, чтобы дети все-таки ходили в школу, я пошел работать, а бабушка пожила в отеле. Например, я не знаю, где, это как раз государственная должна быть система. Общежития, хостелы, загородные дома, всякие, позакрывать. Сейчас закрыто все отели, все закрыты практически. Они не работают, нету туризма. Все санатории, все закрыто. Вот давайте мы изолировать. Я не знаю, но мне кажется, что ситуация с тем, что дети будут съесть по домам, просто мы потом аукнется нам и детской... Через какое-то время, да? Да. И тем, что дети реально будут отставать, они все равно не будут учиться нормально. Дети не общаются друг с другом, у них проблемы с иммунной системой. Они не движутся, они жрут килограммами сладости. Потом у всех вот такие задницы, потом они считают болеть, потом детский травматизм, они остаются дома. Опять-таки, за детьми кто будет смотреть? Это значит, какое количество взрослых не может нормально работать? Или уйдут на работу, оставляют детей без присмотра, дома? Это же катастрофа, дети без присмотра. Это же... Какой травматизм будет? Да это ужас вообще просто. Более того, когда там пьяный отец алкоголик регулярно бьет ребенка, и ребенок пришел в школу весь побитый, то это все заметили. А когда там беспредел творится, никто этого ребенка не видеть, не слышит, понимаете, то это же очень актуальный момент. Это все же будет тоже очень актуально. Поэтому я считаю, что надо обсуждать другое. Надо обсуждать, как построить модель педагогической... Новую модель, да? Вот модель в школе. Как заставить жителей Казахстана научиться проветривать классы, перестать бояться сквозняков, понять, что температура 26-28 в помещениях это бандитизм. Понимаете? Я уже не говорю про экономию газа и вообще всего остального. Я говорю про пользу для здоровья. Я вам честно скажу, ну я много-много раз был в Казахстане. Я ни разу не жил в отеле, чтобы в номере было меньше 26 градусов. Ни разу. Для меня собираться в Казахстан это знать, что ты будешь всю ночь потеть несчастно и так далее, и так далее. Потому что дышать нечем. Вы к этому уже привыкли, но я как человек, который привык спать в свежем воздухе, в свежем, в чистом, прохладном спальне. Для меня любой казахский отель это очень серьезная проблема. Но вы к этому привыкли, приучили ваших детей к сухому и теплому воздуху. Вы, и может быть, коронавирус заставит вас. И вот это вот то, что сплошь и рядом у вас большие проблемы с заболеваемостью связано с тем, что жители республики сквозняка боятся больше, чем коронавируса. Вот это вы и расклебываете с кучей проблем. Понимаете, так может быть коронавирус научит вас нормальной жизни, проветриванию помещений, контролю температуры и влажности. Вот это вот. Ну, Евгений Олегович, мы же вас смотрим, я вот благодаря вам научилась тоже проветривать помещение минус 40. Так давай передавать все это дальше. Я передаю, конечно. Евгений Олегович, у меня такой вопрос. многие писали о том, что одним из последствий для детей может быть, да, вот это страшно, конечно, болезнь Кавасаки. Я вот, честно говоря, первый раз узнала про эту болезнь, которая характеризуется воспалением кровеносных сосудов, сыпью, отеком миндавина и пересыканием губ. То есть для детей, которые перенесли, это правда, что есть такая опасность? Есть такая болезнь, да. Это синдром, который возникает, вот такой воспалительный синдром, который поражает и почки, и сердце, и сосуды, который возникает при многих вирусных болезнях. Он может быть и при гриппе, и при энтеровирусе, при многих вирусах он может быть. И может быть в том числе при коронавирусе. Да, может. Но, во-первых, мы, к сожалению, сейчас не знаем способов профилактики, но, тем не менее, медицинская наука знает протоколы эффективного лечения. И там, где, да, было, допустим, 50 человек заболело, 49 детей выздоровело, один погиб. Но, что нам надо в этой ситуации? Родители, да, должны знать, когда надо обращаться за медицинской помощью. То есть, вы должны следить. Если вам не помогают жаропонижающие, если у ребенка более там трех-четырех часов нет мочи, и так далее, если ему тяжело дышать, вы уж, пожалуйста, перестаньте дурака валять, да, а приедьте в больницу. А врач знает признаки этого синдрома и знает протокол лечения. Все. Ну, все. То есть, если получается, да, реально, если дети будут активно ходить в школы, общаться друг с другом, все переболеют коронавирусом, хорошо, у нас есть шансы, что трое детей в стране заболеют и погибнут. Да, но если дети не будут ходить в школу, у нас есть шансы, что 300 детей, понимаете, сломают себе головы, выпадут из окон, упадут с лестницы, утонут в бассейнах, сломают руки-ноги и так далее. И, так мы, я же сказал сразу, мы выбираем между плохим и хорошим. Мы выбираем между плохим и очень плохим. Давайте, поэтому наша задача оценивать риски. Понимаете? Это как с прививкой. От прививки умирает один из миллиона, без прививки один из десяти тысяч. Давайте выбирать. Давайте. Я считаю, что... Кстати, насчет вакцинации, вот во время коронавируса стоит, вот мне недавно как раз звонили с поликлиники, я вот, честно говоря, не знаю, после ковида сразу стоит делать? А куда, а куда, вот смотрите, вот после... Вот вы перенесли коронавирус, да? Вы сейчас самый здоровый человек на свете или нет? Наверное, не самый. Вот, ну, после... Не самый, правда? Вот вы сейчас не самый здоровый встречаетесь с вирусом гриппа. Вы тяжело заболеете, да. Так что лучше для вас? Встретиться с живым, сильным вирусом гриппа или встретиться с убитым вирусом гриппа и выработать заранее иммунитет. То есть, когда у человека есть проблемы со здоровьем, когда организм ослаблен, то это говорит о том, что для него болезнь многократно больший риск. Поэтому у вас сейчас дополнительный повод вакцинироваться и спросить у меня, да, я вообще молодая, здоровая, но после коронавируса легкие, конечно же, скомпрометированы. Им надо там, может, шесть, может, восемь месяцев, чтобы восстановиться. Но есть такая болезнь, называется пневмококковая инфекция, бактерия, которая поражает ледки. Да, она опасна, там, больше всего детям до пяти лет и старикам, там, после шестидесяти пяти. Но я перенесла коронавирус, так может мне привиться сейчас пневмококковой вакциной, потому что я же общаюсь с кучей людей, я журналист, у меня риски и так далее. Я уже не говорю о том, что если у меня есть финансовые возможности защитить ребенка, защитить своих родителей и так далее, то я должен наоборот сейчас активно использовать пневмококковую вакцину. Главное, что я вам советую все-таки, в эпоху коронавируса, когда он реален, когда он у вас был, когда надо защищаться в первую очередь от тех болезней, которые поражают те же органы, что и коронавирус. А это грипп и пневмокок. Поэтому вакцинация от гриппа, вакцинация от пневмококовой инфекции, это то, что я всем рекомендую. Я это получил. Я лично пневмококок привил, как только появятся вакцины от гриппа, я тут же привьюсь. Спасибо. А что вы думаете по поводу ношения масок? Я даже переболев, даже имея антитела, до сих пор ношу маску. Мои дети носят маску, хотя многие педиатры не рекомендуют детям носить маску. Все-таки маски защищают или нет? Нет. Маски никого не защищают. Маски для другого. Маски то есть если вы здоровый человек и надели маску, она вас ни от каких вирусов не защитит. Маски не дают больным распространять инфекцию. Но поскольку человек может чувствовать себя здоровым но быть не знать то мы решили давайте на всех маски наденем чтобы не рисковать. Вот так мы решили. Но вы должны понимать что это имеет смысл только тогда когда невозможно социальное дистанцирование. То есть если вы не можете держать то есть есть два случая когда нам нужны маски. Первое когда невозможно социальное дистанцирование. То есть когда ну никак ты не можешь держаться два метра от человека. В супермаркете там в очереди в кассу в каком-нибудь там в городском транспорте и так далее. Ну никак. И второе когда вы находитесь в непроветриваемом помещении малого объема в лифте когда вот вы зашли в комнату там пять человек и нету проветривания там в воздухе очень высокая концентрация вирусов поэтому но главное для нас понимать что маска маска не спасает если вы не проветриваете помещение понимаете все равно нужен воздухобмен и маска конечно же абсолютная глупость ходить в масках на улице в парке когда нам показывают там полицейского который стоит на улице в маске это смешно это просто смешно все это не имеет к медицине никакого отношения но в городском опять-таки когда нам показывают какой-нибудь автобус где половина сидят в масках с высунутыми носами над масками ну не знаю это как писюн над трусами понимаете это то же самое Евгений Олегович у вас классное чувство юмора вот смотрите по поводу масок получается вирус вот я честно говоря так и не поняла где я заразилась хотя я носила маску то есть вирус если я мне понравилось как вы рассказывали корону на вашем ютуб канале полгода вместе с короной где вы рассказывали про японский аттракцион японские аттракционы где детям нельзя кричать потому что в этот момент они могут распространять коронавирус то есть как мы распространяем коронавирус да мне кажется что вот как раз когда говорим и когда когда кричим конечно поэтому самый большой риск это там где люди громко разговаривают в закрытом помещении где нет именно сквозняка то есть вот любой храм любая церковь понятно любая мечеть где нет вентиляции много людей и громко говорит допустим кто-то или люди молятся раз или хор поют где-то понимаете или там я вот видел это своими глазами маленькая комната люди занимаются фитнесом и тренер орет раз-два раз-два брызги во все стороны он орет вы же не можете заниматься в маске дышать нечем понимаете и так далее очень опасно всякие бары бары маленькое пространство орет музыка все орут пытаются перекричать трутся носами друг об друга вот вам проблемы понимаете да поэтому и то же самое будет и в классах да дети будут орать но как мы можем уменьшить риск мы можем уменьшить количество детей в классе как это сделать мы можем пусть учатся в две смены что тут такого нормально все пусть раз пусть занимаются меньшее время урок чтоб длился но 20 минут 30 минут учимся 20 минут проветриваем 30 минут 20 минут проветриваем классы понимаете пусть все что только можно и в таком же режиме дома да мне кажется нужно все время проветривать ну дома смотрите дома же нас все таки меньше ну как бы конечно нет проветривать надо всегда и без них и везде главное я много раз это повторяю и вам повторяю самое эффективное лекарство от коронавируса называется сквозняк поток воздуха это самое то есть если вот вы выдыхаете вот что человек заболел он выдыхает воздух содержащий кучу вируса если этот воздух вот который я выдыхаю растворяется в воздухе вот надо мной небо понимаете то мы наверное концентрация вируса мгновенно падает это же понятно то есть если вы даже вдохнете вирус вы вдохнете один вирус а не сто а с одним вирусом ваш организм или справится или будет легкая форма болезни а если вы вдохнете много вирусов организм не справится поэтому если дети разговаривают или вы общаетесь но форточка открыта и все время воздух перемешивается то есть мы как бы разводим вирус понимаете в массе воздуха то его концентрация в кубическом метре воздуха все время уменьшается именно поэтому это главное правило что потому что в этом же смотрите я просто столько раз про это рассказываю люди не хотят признать что самые знаете простые вещи спасают жизнь понимаете все хотят каких-то золотых уникальных каких-то да тайны вы понимаете например вот я вам приведу очень очень понятный пример пана придумывали кучу всяких систем как обрабатывать городской транспорт всякие ставят там облучатели ультрафиолет в этих троллейбусах моют их специальными растворами но смотрите все эти облучатели покупаются за наши с вами налоги все эти обработки покупаются за наши с вами налоги то есть понакупить все это улицы поливать всякой дрянью представите сколько тут можно украсть денег ну это же ну миллиарды да и уже украли и будут воровать а я вам говорю не надо мыть автобус все что надо доехали до конечной остановки откройте двери откройте окна и пусть 15 минут постоят но а это тут же где тут можно украсть где тут что тут украдешь свежий воздух поэтому все хотят принимать решения на которых можно что-то украсть что-то заработать понимаете а мы доверчиво смотрим на них и думаем что они что-то знают весь мир уже признается мы очень мало знаем про этот вирус да мы уже немножечко разобрались как это лечить знаем симптомы знаем способы профилактики но мы ничего не знаем мы не знаем как долго восстанавливаются люди возможно ли повторное заражение насколько интенсивно изменяется вирус какие отдаленные последствия то есть не завтра а что вы перенесли вроде сейчас все нормально а что будет через три года кто знает никто это сейчас только мы все это изучаем но послушаешь наших политиков они уже все знают они самые умные они готовы за нацию за всю страну принимать решения понимаете и это решение самое простое вот самое такое вот чтоб денег кучу чтоб не платить учителям понимаете и так далее будем сидеть по домам всегда школы топить не надо все сэкономим кучу денег и так далее и так далее ну я этого честно а что насчет вакцины от коронавируса вот вы же изучали эти вопросы да там у нескольких по-моему компаний да у американцев по-моему уже есть ну на сегодня на сегодня больше почти 150 вакцин на стадиях испытаний примерно около 7 или 8 уже начали третью фазу испытания на людях понимаете какая ситуация все это ну на этапе эксперимента к сожалению пока я не вижу ничего такого ну чтобы я мог вас обрадовать честно просто да я вам скажу честно если мне скажут вот у нас есть вакцина и мы не знаем как она действует и что как вроде как иммунитет дает я соглашусь потому что я ну немножко старше вас я немножко в группе риска и поэтому я соглашусь мне лучше защититься на полгода чем быть незащищенным вообще но как действует вакцина на пожилых на людей с иммунодефицитом на детей понимаете на женщин беременных мы этого ничего не знаем все это в состоянии эксперимента понятно что если появится эффективная вакцина то она будет в состоянии глобально все решить но вы же понимаете что такое маловероятно чтобы можно было решить проблему одной дозой ну вот вы же знаете наверняка да что там тот же полиэмелит надо 6 доз уколоть чтобы был иммунитет и так далее дифтерия надо 4 дозы потом каждые 10 лет и так далее то есть если вот даже представить себе что надо там 3 раза 3 дозы а на земле 8 миллиардов на роду вы представляете сколько надо времени чтобы произвести 24 миллиарда доз вакцин флаконов заводов мощностей людей чтобы все это развести и логистика непонятная и так далее поэтому скорее всего к концу года к началу следующего появится 5-6 вакцин которые начнут производить в количествах примерно там от 10 до 100 миллионов доз и все это начнут массово применять скорее всего начнут защищать врачей учителей стариков в первую очередь да и где-то очень ну в течение полугода уже появятся серьезные данные уже на материале миллионов людей привитых о последствиях о эффективности вакцины и тогда примерно к концу следующего года станет понятно какие вакцины такие реально эффективны и безопасны и все мировое производство на них будет сосредоточено и возможно в течение там года то есть к концу 22 мы можем надеяться что до нас до каждого из нас дойдет три дозы вакцины вот примерно но если мы до конца 22 года будем жить в карантине дети не будут ходить в школу не будет нормально работать предприятия органы больницы и все остальное то мы просто потеряем все что у нас есть независимость экономическое состояние все будет разрушено поэтому мы должны научиться жить с коронавирусом а не останавливать жизнь потому что коронавирус существует научиться жить да только если сказали маски так не нос над маской понимаете реально носитель а реально носитель скажите где только понимаете когда людей заставляют по улицам ходить в маске то люди перестают верить вообще требования потому что вы требуете глупости когда в моей стране разрешили гулять с собаками но запретили гулять с детьми так кто после этого будет вообще на власть нормально реагировать вы понимаете и так далее поэтому надо с врачами советоваться заторговать меньше всякой дурью понимаете но если в законе в законе республики казахстан в законе написано что в детских садах с детьми надо 4 часа в день гулять в любую погоду так извольте 4 часа в день гулять в любую погоду а группы и помещения детского сада в это время проветривают законы соблюдайте но для этого а их надо выполнять и второе надо чтобы люди уважали государство и доверяли государство вот это очень важно и над этим надо работать доверие к сожалению утеряно да Сергей Олегович у меня вот такой вопрос как бы вы потратили если бы вам дали 350 миллионов тенге у вас в стране было бы 18 миллионов человек да вот 350 миллионов долларов вам дали бы вот как бы вы потратили эти деньги на борьбу с коронавирусом я бы прежде всего сосредоточился на помощи медицинским работникам и на изоляции группы риска все я бы четко выделил всех кого надо защитить и я бы их защищал вот я бы расселял их я бы сделал все чтобы старики перестали ходить по супермаркетам перестали бегать за пенсией куда-то чтобы они могли спокойно отдыхать понимаете площадь страны позволяет рассредоточить всех но надо четко их разделить и естественно ну вот скажите пожалуйста честно вы когда последний раз в больнице были в детстве просто лежать и ну вот ну чтобы про что лежать ну просто вы понимаете какая ситуация вот смотрите вы можете себе представить вот палата палата любая детская больница да какая там система отопления есть ли там система вентиляции есть ли там система увлажнения воздуха вы понимаете что у нас у каждого главврача в кабинете есть кондиционер а в палате лежат пять детей пять мам и жара сорок градусов там дышать нечем а потом мы говорим что же у нас столько осложнений и так далее вот на это я бы и направлял деньги на медицину и на защиту стариков вот это главное по крайней мере сделать все чтобы не пускать стариков в транспорт и в супермаркеты любой ценой чтобы им домой принесли еду чтобы в поликлинику она ходила только в строго ответенное время в строго ответенное место и так далее вот это вот ну это надо продумывать я у меня нет готовых решений но две точки самые острые куда деньги нужны больше всего органы системы здравоохранения и пожилые люди люди с иммунодефицитом люди со спидом люди это вот вот те кто для которых те кто получает химиотерапию вот эти люди групп риска это самые те категории на которые надо выделять деньги но при этом надо чтобы все те кто может работать кто не в группе риска чтобы они такие работали поддерживали экономию экономику страны платили налоги чтобы мы могли выживать чтобы страна не погибала понимаете ну и все устранить никому ненужные расходы перестать ну короче тут много политических возможных решений я боюсь что как только я начинаю рассказывать про то что я хочу мне начинают сразу рассказывать что я там лью воду на мельницу или с какими-то и так далее мне уже мне хватит зато 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 Евгений Олегович вам доверяют люди это самое главное спасибо Евгений Олегович у меня вопрос вот такой мне кажется что самыми уязвимыми наверное оказались беременные женщины да вот к сожалению многие беременные по крайней мере у нас в их стане вот у меня сестренка тоже в положении переболела ковидом подруга переболела ковидом и у них такая паника да потому что ты носишь под сердцем ребенка при этом ты перенесла непонятную болезнь да еще неизвестно какие будут последствия что вы им скажете ну первое вы понимаете откуда ведь паника берется почему потому что из каждого утюга беременная слышит о том что вот смертельная болезнь мы все умрем вы понимаете это общество вот так настраивается но почему не рассказывать с утра до ночи все-таки о том что по всем научным данным беременность не является фактором риска то вот если при гриппе беременность реально фактор риска грипп именно у беременных протекает тяжело поэтому вакцинация от гриппа беременных считается обязательной и так далее то коронавирус не является болезнью коронавирус не влияет на плод но нет таких данных беременные не болеют тяжелее а теперь другой вам скажу вопрос как только беременная заболевает и приходит куча врачей и беременной страшно и врачам страшно как у нас люди борются со страхом люди борются со страхом с помощью лекарств потому что если же врач скажет ну ладно ну ты беременная ну коронавирус ну легкая форма ты же не задыхаешься не задыхаешься что ты истеришь уймись иди погуляй лучше спокойно что ты тут устраиваешь нет но если врач скажет успокойся сидит гуляй не нервничай и уйдет а не дай бог что-нибудь случится то что скажет вот ты ничего не назначил это ты довел ты во всем виноват поэтому чуть ли не самая главная проблема и я вам скажу сразу что у меня много писем из вашей страны где люди мне перечисляют что им назначили у меня волосы дыбом дыбом потому что это вирусная инфекция назначают по 2-3 антибиотика причем колоть обязательно пить в таблетках мало назначают на ровном месте капельницы зачем капельницы если человек может пить жидкость назначают дексаметазод гормон который противопоказан в амбулаторных условиях вообще он только когда человек задыхается нужен и так далее а потом у нас же так раз назначили антибиотики вот вам от аллергии вот вам от грибков вот вам для иммунитета вот вам для чего-то еще короче вот вам витамины и получается что человек на ровном месте мало того что он борется с коронавирусом он еще борется с 20 ненужными лекарствами а потом когда на фоне 3-4 ненужных антибиотиков возникают осложнения то их вызывают бактерии которые уцелели после вот этих 3 антибиотиков и на них уже ничего не действует но зато врачи не виноваты мы назначили с первого дня все что только можно вы понимаете поэтому здесь тоже должен работать Минздрав который не должен просто запретить категорически все вот эти фокусы категорически должны быть определенные вот антибиотик можно только тогда и дальше спит Евгений Олегович я уже подключила наших подписчиков чтобы они тоже смогли задать вопросы вирус все-таки новый пандемия не первая до этого же тоже был в 2003 году SARS почему именно этот вирус скажем захватил весь мир посадил на карантин что в чем уникальность этого вируса этот вирус легче передается от человека к человеку то есть нужна меньше доза и люди активно выделяют его в окружающую среду SARS и MERS повезло они распространялись не так активно то есть тут эпидемиологические характеристики самого вируса ну вот условно говоря там есть корь которая заразна для всех да а есть там аденовирус которым заболевает один из десяти то есть у каждого вируса есть свои эпидемиологические характеристики вот коронавирус оказался удивительно заразным просто удивительно ну вот у каждого вируса же есть какой-то вот допустим там он там поднимается наверх потом плата потом вниз да то есть вирус у него есть какой-то срок жизни можно сказать что там к концу двадцатого года что он исчезнет там нет нет ему с нами хорошо ему с нами хорошо оказалось что куча народа к нему чувствительный что они что даже человек ведь что надо вирусу чтобы существовать надо чтобы много людей передавали не умирали вирусу не надо чтобы мы умирали потому что если человек умер он вирус не может ходить и распространять вирусу надо чтобы мы болели легко но заражали друг друга вот это надо это как бы биологический интерес вируса и с этим связано то что как правило когда появляется новый вирус новый то в течение там двух-трех лет люди которые его наиболее ядовитыми опасными формами заболевают они мало его передают они как правило погибают а распространяется широко более легкие варианты есть такая тенденция что когда появляется новый вирус он первые годы очень опасен а потом как бы он как бы изменяется но в лучшую для нас сторону он остается с нами жить мы им болеем но он вызывает более легкие болезни вы понимаете вот и все но у нас в стране очень тяжелая была ситуация особенно в июле вы наверное слышали я слышал все но я вам честно скажу у меня создалось впечатление что ситуация была помимо того что да есть коронавирус но именно в республике Казахстан сложилось несколько очень неприятных факторов фактор первый тенденция к панике которая подогревалась и средствами массовой информации и медицинскими работниками и отсутствием доверия но не нашлось в стране человека который бы проводил разъяснительную работу я помню что у вас творилось когда пару лет назад была вот эта там с менингитом у вас там была вспышка когда я тоже мне писали кучу писем я записывал программу специально для Казахстана чтобы людям объяснить это все и к сожалению власти не пользовались таким авторитетом чтобы люди это первое второе люди перепуганные и врачи перепуганные пытались утолить свой страх огромным количеством лекарств вы не понимаете ни вы ни врачи что неадекватное лечение многократно ухудшает ваши шансы вот все считают вот это вовремя начать спасаться вот когда вы начинаете спасаться до того как надо спасаться организм просто перестает спасаться сам понимаете все не надо недооценивать возможности нашего организма это респираторный вирус нам надо я снял целую программу вы наверняка ее видели которая называется инструкция по самоспасению где по пунктам рассказал все что надо делать не психовать воздух питье правильная пища нужные жаропонижающие промыт нос не нагнетайте не психуйте ну если вы реальную статистику Евгений Олегович как не психовать как не паниковать когда практически каждая семья потеряла кого-то из членов семьи врачей представляете у нас заслуженные известные врачи уходили я так вот опять-таки а это же факторы которые на них практически невозможно влиять ну просто представьте себе вот ну вот палата да где находятся 4 человека с коронавирусом в одной палате 4 человека при этом каждый выделяет вирус в окружающую среду да дальше все закрыто все закрыто открыть нельзя потому что если ты откроешь и кто-то из родственников увидит или больной он же что-то раз немедленно закройте дальше смотрите врач заходит в комнату в палату где в воздухе сумасшедшая концентрация вируса он вдыхает 5 вирусов сейчас 5 вирусов завтра 5 вирусов послезавтра он заболевает укладывается в палату и продолжает контактировать с новыми вирусами просто потому что больницы построены бог знает когда нормальные системы воздухообмена нет медсестра после работы не имеет возможности душ принять идет домой с вирусом на волосах везде понимаете так это же о чем это говорит о том что может быть надо выводы правильные делать надо понимать что в стране самое главное а самое главное это образование и здравоохранение вот на это должна выделяться львиная доля всех того что страна зарабатывает значит надо не значит нельзя так чтобы нефтяники зарабатывали больше чем врачи нельзя это неправильно поэтому а я почему врачи а врач куда врачу деваться если нету системы вентиляции если нету нормальных респираторов нет и все вот некуда деваться потому что вне всякого сомнения когда китайцы начали строить огромные госпитали где огромной площади где чуть ли не самая главная была возможность воздухообмена вот это поэтому да мы не готовы все не готовы и в Украине не готовы и в России не готовы потому что у нас нет помещений где когда их строили инфекционные больницы чтобы думали прежде всего о том как обеспечить возможность врачу переодеться принять душ надеть нормальный респиратор и зайти в проветриваемое помещение конечно и надо всем нам понимать что если человека легкая форма болезни легкая или средней тяжести но он не задыхается а мы взяли этого человека и положили в палату где он с утра до ночи дышит вирусом этим плюс получают ненужные лекарства так чем все это кончится так может надо выводы делать учиться на ошибках чтобы те кто погибли погибли не зря чтобы они погибли они же не зато погибли чтобы дети по домам сидели еще два года понимаете вот обиднее всего когда ошибки смерть людей все это зря выводы не делают правильные из этого в итоге еще нас делают виноватыми что мы не сидели дома куда-то ходили сейчас мы сидим кстати на карантине до 16 то есть у нас торговые центры закрыты и практически бизнес весь стоит летние террасы открыты до недавнего времени даже на летней террасе надо было в маске сидеть и только снимать когда кушаешь ну то есть вот как-то я не знаю у нас конечно оголились очень многие проблемы но я думаю не только у нас надеюсь так везде везде просто вы мне знаете что сейчас должны были рассказать что бы я хотел услышать зато у нас сейчас идет массовое переоборудование школ у нас в каждом классе теперь висит термометр и гигрометр у нас правительство закупило увлажнители воздуха у нас на каждом радиаторе отопления в каждом классе теперь стоит краник который можно закрутить понимаете у нас закупили для школ рамки температурные чтобы мерять температуру у нас объявили новые курсы для медсестер школьных у нас увеличили финансирование школ у нас вот это я хочу слышать а у нас что сказали школы закрыты там что что-то сейчас происходит в этих школах так что мы уже все мы закрыли эту тему у нас в стране школы не нужны так вот же о чем надо думать вы понимаете мы подумали вот программа о том как мы будем изучать ботанику на улице цветочки будем ходить в парке нюхать а не в классе изучать ну это же все понимаете это же все сложно это же надо этим заниматься проще взять и закрыть проще закрыть да и сделать еще из нас виноватыми правильно это же как в любви динара развестись проще чем договориться понимаете конечно Евгений Олегович ну вот последний вопрос есть у нас вообще у вас есть какой-то просвет потому что устали честно говоря и бояться и с другой стороны боишься и вот у меня например бабушка умерла родная мы завтра едем в аул 40 дней будем да 40 дней ну вот даже провести мы не можем толком потому что людей не собираем да ну вот родные идут и все равно мне родители своих страшно потому что они не болели слава богу да но там все равно то есть какие-то люди да могут болеть вот есть какой-то просвет что там вирус пойдет на спад там во всем мире там ну я не знаю в конце 20-го года или в начале 21-го смотрите просвет возникает только тогда когда люди учатся на ошибках когда все не зря вы понимаете что заболеть тяжелой формой ковид в марте или вот в августе это абсолютно разное с точки зрения врача потому что сейчас у нас уже совершенно другие знания о болезни другие представления о возможностях лечения и по всему миру сейчас смертность в больницах начинает резко уменьшаться что если раньше мы считали там ИВЛ аппараты искусственной вентиляции чуть ли не панацеей то сейчас понимаем что это не так что надо вовремя контролировать свертываемость крови там мы короче мы знаем совершенно другие способы мы уже более-менее поднаучились как правильно реагировать мы знаем для кого коронавирус наиболее опасен кому и как что надо то есть мы уже до этого к этому пришли это раз вот вы едете прощаться там 42 бабушки где вы будете это все отмечать на улице не будем отмечать просто мы едем получается на могилу бабушки и потому что я не смогла поехать на похороны болела сама и в юрту поставили юрту но она проветривается но там будут вот это очень важно вы поймите а я бы я бы не ставил юрту я бы сделал навес просто тень чтобы быть но чтобы не было просто вы хотите уменьшить вот риски вот так отсюда начинаются не надо жизнь продолжается депрессия панические расстройства бытовой травматизм социальные конфликты люди убивают друг друга убивают надо очень любить друг друга чтобы 30 дней смотреть каждый день друг на друга и не иметь возможности куда-то спрятаться понимаете и это аукнется и разводами и ну я вам честно скажу ну суицидов больше в десятки раз в десятки раз все это надо понимать поэтому надо встречаться надо любить друг друга надо отмечать дни рождения но делать это надо правильно на свежем воздухе в парке в горах на берегу реки отмечайте введите эту культуру в стране понимаете общение на свежем воздухе обеспечение воздухообмена в помещении в трамвае в троллей в общем все время находиться на свежем воздухе да это способ это способ станет плохо как только начнется отопительный сезон как только вы забьетесь по домам как только вы загоните если вы загоните детей в теплые сухие классы без воздухообмена вы получите подъем заболеваемости но если у вас хватит ума надеть на ребенка дополнительный свитер но сделать чтобы в классе было 18 понимаете и проветривалось каждые полчаса то вы никакого дополнительного риска не будет но на эту тему не про то что мы все умрем а про то как с этим жить что надо говорить каждый день по телевизору по всем каналам с утра до ночи не мы с вами в инстаграме должны информационную политику тут разводить а государство должно об этом понимать что это самое главное понимаете это научить людей перед помощью человек отличается от животных мозгами он думает он от страха больше умирает чем от коронавируса и когда ты знаешь что я болела бабушка погибла родственники знакомые и вдруг у тебя пропадает обоняние а ты знаешь что это симптом коронавируса у тебя тут же повышается давление повышается глюкоза крови ты вся в стрессе у тебя спазм сосудов и вирусу только того и надо так что нам надо сделать с людьми нам надо людей успокоить нам надо людям объяснить и по пунктам что тебе надо делать а б в г и врачам когда больница когда палата реанимации когда кислород все известно все только надо перестать истерить и по пунктам решить кто каждый чем заниматься вот и все страна попала в беду мир попал в беду нам надо научиться из этого выходить всем ну и все ну я надеюсь мы наши врачи сделают правильные выводы протокол лечения в Украине сколько раз менялся ну он сейчас как мне кажется опять-таки менялся уже не успевает так быстро меняться как надо поэтому надо сделать все чтобы для изменения протокола не надо было заседание правительства и подписи аж какого-нибудь нет надо чтобы было три условно говоря уполномоченных врача академика каких-нибудь но чтобы они могли собраться и поменять протокол в любой момент я вам честно скажу когда началась вся эта эпопея я следил на китайских сайтах спасибо гугл переводчику как менялись китайские протоколы было два-три раза в день в день по два-три раза это в миллиардном Китае то есть были люди которые брали на себя ответственность а у нас протокол 120 академиков проголосовали подписали там утвердили там переутвердили главное чтобы никто один это же еще со времен Советского Союза коллективная безответственность есть главный инфекционист республики Казахстан есть главный терапевт главный педиатр вот вы три человека извольте подписывать главный руководитель санитарной педагогической службы ну пять человек найдите и вперед подписывайте согласовывайте на это вы и существуете но у нас главный педиатр на все страны СНГ это доктор Комаровский поэтому это неправильно это неправильно ну это ну это реальность такова к сожалению у меня совершенно конкретная задача я знаю что возможности ваши как мамы как папы защитить своего ребенка помочь своему ребенку намного больше чем возможности государства и я пытаюсь воздействовать на ваши мозги чтобы вы прошли свою половину пути правильно чтобы вы не наделали ошибок чтобы вы могли помочь то есть я не лезу на тот этап я не могу на это влиять где все зависит от государства от организации работы в стационарах но ваши возможности больше потому что от мамы и папы зависит почти все и если вы будете знать что такое хорошо если вы перестанете выпрашивать у врачей антибиотики так вам перестанут их назначать вот я хочу чтобы вы это перестанете вы знаете Евгений Олегович когда я болела коронавирусом вот в июле в начале июля я тоже хотела все время каждый день выпить антибиотик мне казалось что именно антибиотик меня спасет да к сожалению это так да Евгений Олегович я вас благодарю за эфир спасибо большое очень намного открыли глаза я надеюсь что наше министерство образования посмотрит этот эфир может быть все-таки пересмотрит да и я по крайней мере своего ребенка в дежурный класс отправляю но теперь вот по вашему по вашей рекомендации буду конечно говорить о том чтобы бесконечно проветривали классы спасибо я надеюсь надеюсь что мы все это переживем с гордо поднятой головой и научимся таки делать выводы из наших ошибок и надеяться прежде всего на самих себя все всем удачи будьте здоровы спасибо берегите себя сил вам и крепкого здоровья спасибо большое с нами был доктор комаровский друзья спасибо 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 спасибо